МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставаться красивой во всём, даже в том, что скрыто от посторонних глаз. Как показывает статистика, каждая вторая из нас хоть раз задумалась об изменении формы груди, увеличении, уменьшении или коррекции. О показаниях и противопоказаниях этих процедур поговорим сегодня. Как всегда, вопросы специалистов. В пластической хирургии имеется несколько видов операций на молочных железах. Это увеличивающая или аугментационная мамопластика, которая делается в случае необходимости увеличения молочных желез. Это редукционная мамопластика или уменьшающая мамопластика, в том случае, если необходимо уменьшить по той или иной причине молочную железу. Это мастопексия или подтяжки молочных желез, которые улучшают форму молочных желез в случае, если они потеряли её после кормления или после каких-то других заболеваний. Дело в том, что большая гипертрофированная молочная железа может для женщины являться объектом даже страданий, потому что это большая нагрузка на грудной отдел позвоночника. У таких женщин бретельки бюстгальтеров впиваются в надплечья. Они не могут заниматься активным образом жизнью, заниматься, ходить в спортзалы. Они устают. И в этом случае они могут прибегнуть к такого рода операциям. В этом случае удаляется наиболее тяжёлая часть молочной железы, убирается часть кожных покровов, молочной железе придаётся более красивый вид, поднимается сосково-ареллярный комплекс, который, как правило, опущен у данных пациентов. И пациентки приобретают достаточно красивую молочную железу, в результате чего качество жизни их улучшается. Что касается подтяжки молочных желез, то здесь проблема бывает обычно возникает чаще всего после кормления ребёнка или после массивной потери веса. Когда уменьшается объём молочной железы, а кожа не успевает или не может сократиться за этими объёмами, и в результате молочная железа распластывается, кожные покровы, растянутые и несокращённые, смещаются вниз, сосково-ареллярный комплекс смещается вниз, молочная железа приобретает неэстетичный вид. Это очень смущает пациентов, и они также могут обратиться за помощью к пластическому хирургу. В этом случае мы поднимаем и ставим сосково-ареллярный комплекс в необходимое положение. В этом случае мы собираем молочную железу, придаём ей конусовидную форму, а затем убираем лишнюю кожу, подгоняем её под размер полученной молочной железы и получаем очень достаточно симпатичное молочное железо, которое помогает уже в дальнейшем повысить самооценку женщине. Со временем результаты от операции могут немножечко уменьшаться, именно из-за того, что у женщины могут быть и потери веса, и потери объёма в результате кормления ребёнка. Да, это происходит таким образом, но в этом случае мы можем делать в последующем корректирующие операции, которые по своему объёму немного меньше, чем предыдущие операции. При этом мы иссякаем старые рубцы, делаем новые рубцы на молочной железе. После таких операций остаётся, но они, как правило, малозаметные в виде такой тоненькой полосочки, которая вполне укрываемая бюстгальтером и нижним бельём. После любой операции на молочных железах обязательно бывает определённый восстановительный период, в процессе которого пациентка должна строго выполнять наши рекомендации. Выполнение этих рекомендаций помогает сделать таким образом, чтобы рубцы были максимально незаметны на молочной железе, хотя они и остаются. Мы обычно предлагаем нашим пациентам ношение специального белья, которое, если его носить в течение месяца-полутора, действительно способствует формированию достаточно красивых и малозаметных рубцов. С той целью, чтобы рубцы как можно побыстрее стали зрелыми и превратились из розовой окраски, чтобы у них окраска стала белёсой и малозаметной, и для этого мы также рекомендуем применение специальных кремов, гелей, специальных силиконовых накладок. В дальнейшем эти рубцы становятся малозаметными. Прибегать к этой процедуре или нет – дело, пожалуй, сугубо личное, однако быть информированным, в том числе и по вопросам красоты, не помешает. Оставайтесь красивыми всегда, во все грани пластических и косметических процедур мы продолжим изучать на следующей неделе. Медицинский центр «Пластика». Центр эстетической хирургии. Шанс остановить время. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин